Здравствуйте! 14 нетрезвых водителей задержали в эти выходные инспекторы ГИБДД отчет о рейде прямо сейчас. Первая половина рейда проходила относительно спокойно, разве что отдельные водители вызывали подозрения у инспекторов. А вот там у вас нож что ли лежит? А это... этого... Что? Я понимаю, ножик, там у вас кинжал лежит. Водитель тут же пригласил инспектора в багажнику и показал, вот действительно принадлежности для пикника, а нож пообещал убрать от греха подальше. Далее инспекторы передвинулись на Красноармейскую площадь. Там как раз начинался ремонт трамвайных путей. Движение организовали по одной полосе. Полицейские проконтролировали, как выставлены временные знаки. Представляете, вот читая знак, я не перестал в резьбу. Внизу надо все знаки поднимать. И вдруг внимание инспекторов привлек автомобиль. Машина двигалась на габаритах. Водители решили проверить. Автолюбитель полицейский интересный попался. Умудрился собрать весь букет нарушений. Почему вы без света управляете? Так без света, с габаритами. Зачем вас габаритами управлять? Нет, в смысле вам хорошо видно. Так выключите, а может вам еще будет света, лучше будет видно. А может вы выпейте, скажите, мне и так хорошо ездится. Не, ну а как? По вашей логике. Почему у вас полис просрочен? Что-то одни вопросы к вам вроде. Транировка началась, почему на стеклах у вас. Временем, почему не пристегиваетесь. И это оказалось не все. Ну это справка, обязательно. А есть у вас? Это уже еще одна статья. Это уже от 5 до 15. А дальше выяснилось, водительское удостоверение просрочено. Машина задерживается до устранения причины задержания. Причины задержания вы управляете без права управления. У вас нет права управления. Она у вас закончилась. Ну и в завершении проверка по базам данным показала, водитель не оплачивает штраф и в срок подходит под статью 20.25 административного кодекса. Когда автолюбитель узнал, что транспорт увезут на спецстоянку, огорчился и начал перечислять инспекторам, почему они должны его пожалеть. У меня больничный лист, мне надо 8 утра. Зачем вы нам ваши проблемы рассказываете? Нам не интересно. В итоге машину забрал эвакуатор, а инспекторы направились за речью. В одном из дворов на улице Тимохина задержали нетрезвого водителя. Дворами вот 205, потом по Тимохину и сюда. Сам водитель оснований для задержания не увидел. На каком основании вы меня задержали? Вам было ранее все высказано? Нет. Мы все вы видели. Остановились с признаками у кого-нибудь и не отпишите. Я ехал, что ли? Вы ехали? Нет. В итоге согласился пройти освидетельствование на месте. Прибор показал, выпил водитель не так уж и мало. 1,183. А тем временем поступает информация, колесит еще один пьяный водитель. Автолюбителя задержали на него, к слову, указали горожане. Сообщили в дежурную часть, что носится с громкой музыкой, мешает спать. Предъявлять документы инспекторам мужчина отказался. Как и все автоалкоголики, заявил, что не пьян. А потом разные истории рассказывал. То он с незаконной продажей алкоголя на улице боролся, то вдруг другая версия. Он мимо шел, на него бандиты напали. Все свелось к тому, что он честный и порядочный, а все кругом плохие. На меня начали нападать товарищи, которые торгуют гражданину ночью. Это нормально? Начали нападать на вас? Так. А дальше что происходит? Который стоял припаркованный вот там. Вот подальше там, да? Для дальнейшего разбирательства гражданина увезли в отдел. От медицинского освидетельствования он отказался. Его ждет штраф и лишение прав. Ответить придется из-за оскорбления сотрудников полиции. А тем временем мимо экипажей ДПС, как ни в чем не бывало, двигается Нексия, которую управляет еще один нетрезвый водитель. Сознался сразу, пил, но вот в экипаж присаживаться отказывался. Ну давай присаживай, давай сейчас бесконфликтно, давай вот просто садишься в машину и все. А дальше ему задали вопрос про освидетельствование. Будем, да? Поприкалываться. Давайте поприкалываемся. А потом вдруг прикалываться передумал. Будем, нет? Нет. Не будем. В наркологию поедем? Нет. В наркологию тоже не будет. И этого водителя оформили. Ну а всего в ходе рейдов, которые проходили все выходные, инспекторы ГИБДД задержали 14 пьяных автолюбителя. Еще один нетрезвый водитель сделал вид, что не заметил инспекторов ГИБДД. Чем закончилась эта история, расскажем далее. Инспектор МИБДД 33-летний водитель Ниссан Кашкай не подчинился в районе Ясной Поляны. Его догнали. Мужчина отказывался выходить из машины и предъявлять документы. В соответствии с законом сотрудникам ДПС пришлось применить силу для того, чтобы извлечь автолюбителя из транспортного средства. Мужчины имелись признаки алкогольного опьянения. Пройти тест на алкоголь он не захотел. Помимо лишения прав и штрафа за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, водитель ответит за неподчинение сотрудникам полиции. Ну а сейчас администраторы группы ДТП Череповца вспомнят аварии с участием несовершеннолетних и предупредят родителей о безопасности. Тяжелейшими последствиями обернулось дорожно-транспортное происшествие на пешеходном переходе. Погиб ребенок. Мальчик с друзьями перебегал дорогу на красный свет, где он был сбит. На кадрах видно, что ребенок попытался увернуться, но шансов не было. По информации ГИБДД, водитель автомобиля не имел прав на управление транспортным средством. Ребенок в состоянии клинической смерти был доставлен в больницу, где, не приходя в сознание, он скончался. Еще один ребенок, сбитый на улице Красной, как и в предыдущем случае, перебегал дорогу с друзьями, но уже по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель не успел среагировать. С подозрением на закрыто-черепно-мозговую травму, 9-летняя девочка доставлена в больницу. Скоро начнется школьный сезон, дети будут еще более самостоятельными. Часто будут оставаться на улице одни, без присмотра взрослых. Нет нужды напоминать родителям, как важно объяснить своему чаду правила поведения на дороге. Но в который раз мы просим, ищите новые, может быть, нестандартные пути. Разбирайте ситуации, дорожные ловушки. Дети не ездят за рулем, они не могут знать о динамике автомобиля, о его технических возможностях, и они не предполагают зону видимости водителя. Все это им нужно показать и рассказать. Показывайте нормы безопасности на своем примере. Обо всем, что волнует череповецких водителей и пешеходов, мы расскажем через неделю. Вопросы в нашу программу можете задавать по телефону 578-555. Смотрите нас на сайте 35media.ru. На этом все. Увидимся в пятницу. Редактор субтитров А.Семкин